Следующая большая тема, о которой мы с вами поговорим, называется «Власть верующего». Власть верующего. Эта книга посвящена одна из книжек Кеннета Хейгена, она так и называется «Власть верующего», достаточно популярная и известная. И первый раздел этой темы, о котором мы поговорим, называется «Царствовать в этой жизни». Представление проповедников веры о положении христиан по отношению к мирам чаще всего основывается на послании к римлянам 5 глава 17 стих, где сказано «Приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Кеннет Копланд и Кеннет Хейген поясняют это следующим образом. Где мы будем царствовать как повелителя? В жизни. В этой жизни. Как? Через Иисуса Христа. Павел использовал этот пример, потому что в те дни, когда он жил, у них были цари. В те дни царь имел верховную власть над определенной областью. Его слово было окончательным. Что бы он ни сказал, это происходило. Он царствовал. И слово говорит, что мы будем царствовать в этой жизни через Иисуса Христа. Божий план для нас, чтобы мы правили и царствовали в жизни как царей. Правили и царствовали над обстоятельствами, бедностью, болезнями и всем остальным, что мешает нам. Мы царствуем, потому что у нас есть власть. Мы царствуем посредством Иисуса Христа. В потусторонней жизни? Нет. В этой жизни. Нам нужно царствовать в жизни как царям. Это значит, что мы господствуем над своей жизнью. Нам нужно господствовать, а не быть под господством. Обстоятельства не должны управлять нами, мы должны управлять обстоятельствами. Есть один очень важный момент. Если мы внимательно присмотримся к посланию к римлянам, 5 глава, 17 стих, то мы видим, что Павел пишет, что верующие праведники будут царствовать не над жизнью, как об этом пишет Хейгин, а они будут царствовать в жизни. Что такое жизни, которой идет речь? Проповедники движения веры автоматически предполагают, что речь идет о нашей земной жизни с нашими проблемами, болезнями и недостатками. Однако использованный здесь глагол стоит в будущем времени. Праведники будут царствовать в жизни, приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. О том же самом мы читаем во 2 послании Тимофея, 2 глава, 12 стих. И, скорее всего, Павел здесь говорит не о нашей земной жизни, а о нашей будущей жизни, там, где мы в воскресении, на самом деле будем царями и священниками Богу и Отцу. Тем же людям, которые в этой земной жизни претендуют на право быть священниками, апостол Павел отвечает сарказмом. 1 Коринфянам 4,8. Он говорит, вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовали. Вопреки утверждениям Хейгена, в греховном мире христиане не цари, они странники и пришельцы. Первое послание Петра 1,1, 2,11 и послание к евреям 11,3. Это неизбежное следствие того, что мы перестали быть своими миру и сделали своими Богу. Мы стали чужими для этого мира, потому что Бог сделал нас частью небесного царства. Наше жительство теперь на небесах. Филиппийцам 3,20 стих. Именно поэтому Иоанн пишет и говорит, что нам не нужно любить ни мира, ни того, что в мире. 1 Иоанна 2,15 стих. А поскольку время, отпущенное этому миру, вообще подходит к концу, апостол Павел говорит очень просто и ясно. Время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, плачущие, как не плачущие, радующиеся, как не радующиеся, покупающие, как не приобретающие и пользующимся миром сим, как не пользующиеся, ибо приходят, проходят образ мира сего. Даже поверхностное знакомство с жизнью святых в Новом Завете показывает, что они вовсе не господствовали над этой жизнью, над своими обстоятельствами. Их жизнь была полна лишений опасности. Вспомните, апостол Павел пишет Каримфинам, приводит в пример своей жизни. Говорит, сколько раз меня побивали камнями, сколько раз палками, сколько раз я терпел кораблекрушение, сколько раз был в бедности, опасности, болезнях и так далее. Не царствовал над этими обстоятельствами, а в этих обстоятельствах жил. Настолько, что, как он сам пишет, в 1 Каримфинам 2,3 время от времени он находился в немощи, трепете и великом страхе. Почему? Потому что его окружали обстоятельства, над которыми он был не властью, он полагался только на милость Божию. На самом деле, Писание говорит о том, что, живя в этом мире, мы находимся во враждебной однозначной среде, потому что мир ненавидит нас по той простой причине, что мы любим Христа. То есть, это естественное следствие нашей жизни с Богом. Из-за того, что Господь избрал нас от мира, мир нас ненавидит. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 19 стих. «Господь обещал, что в этом мире многие христиане будут иметь скорбь». Иоанна 16,33. «Именно поэтому мы не пытаемся устроиться здесь, в этом мире, поуютнее, а воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». 2 Каримфинам 5 глава 2 стих. То есть, целью жизни христиан всегда является будущая жизнь. То есть, мы рассматриваем нашу жизнь на земле, как нечто временное, где мы скитаемся, где мы пришельцы для того, чтобы там в будущей жизни обрести от Бога нерукотворный вечный дом. И уже сейчас рассматриваем себя, как граждан небесного царства. И это, знаете, все равно, что... Ну, глупо, наверное, человеку, которому дали временное жилище до тех пор, пока не дадут постоянно, устраиваться там на века. То есть, мы какое-то необходимое удобство себе создаем, но не вселяемся туда на веки. Мы хотим чего-то лучшего, чего-то большего. И апостол Павел, как мы знаем, говорит, что для него несравненно лучше было бы разрешиться и быть с Богом, но он твердо знает, что останется и пребудет здесь людьми для их успеха в вере. То есть, наша жизнь на земле здесь – это время нашего служения. Но целью нашей жизни все равно является жизнь с Богом. Мы понимаем, что здесь на земле мы от Бога устранены, а там же мы с Богом будем вместе. Предвещая нам земные скорби, при этом Господь одновременно подает нам утешение, говоря, что без Его воли с нами никогда ничего не произойдет. Да, 10 глава Евангелия от Матфея, 29-й, 31-й стих. Это не значит, что мы будем совершенно избавлены от тягот и искушений, но это значит, что Господь никогда нас не оставляет. Послание к Евреям 13, 5-6. И никогда не попускает нам быть искушаемыми сверх сил. Первое послание к Оримфинам 10, 13. Но он направляет все, что в нашей жизни происходит, ко благу тех людей, которые любят Его. То есть, все вещи, которые происходят в нашей жизни, будь то хорошие или плохие, будь то радость или горести, будь то здоровье или болезни, будь то счастье или несчастье, это все Господь направляет к нашему благу. Благая вещь заключается вовсе не в том, что мы господствуем над обстоятельствами, а в том, что у нас есть Господь, который силен обеспечит нас всем необходимым и, что самое главное, сохранить для небесного царства. Поскольку, поскольку, опять же, наша жизнь сокрыта со Христом в Боге, однажды, когда Господь явится, и жизнь наша явится вместе с Ним. Вот это и есть наше чаяние, наша жизнь, а там, на небесах. И вместе с Ним однажды к нам придет. Следующий раздел нашего разговора так и называется «Власть верующего». Власть верующего. Поскольку движение веры говорит о том, что мы царствуем в этой жизни, в чем же заключается суть нашей власти, что мы как цари можем сделать. Киан Хиген пишет, «Возвышение народа Христова вместе с Ним, со Христом до небес, ясно говорит о том, что нам нужно сидеть вместе с Ним, разделяя не только Его престол, но и Его власть. Мы имеем право на эту власть. Вся власть, которая была дана Христу, принадлежит нам через Него, и мы можем проявлять ее». То есть, власть, о которой мы говорим, это не просто власть людей, верующих в Бога, это та самая власть Бога, которая нам дана. Да, Христос поделился с нами своей властью. Вывод, который делает Хиген, он делает на чисто логическом основании. Поскольку мы с вами тело Христово и посажены на небесах, значит, мы Христос, и он об этом прямо говорит, он говорит, что тело Христово и есть Христос, это книга «Власть верующего», 15-я страница, об этом он там пишет. Соответственно, мы имеем такую же власть, какую имеет сам Господь. Между тем, Писание нигде не говорит о том, что мы получили власть Христа. Напротив, единственная власть, которая у нас есть, это власть быть чадами Божьими, которые не от крови и плоти, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Это не власть что-то делать, это не власть что-то иметь, это власть быть. Ну, еще Писание говорит нам в последних стихах Евангелия от Марка, что Господь дает нам власть наступать на всякие нехорошие вещи и побеждать. Это отдельный такой отрывок, потому что не совсем его достоверность очевидна. Но, тем не менее, Писание говорит нам постоянно о том, что власть над нечистыми духами Господь своими учениками дал. Но Писание нигде никогда не говорит о том, что Господь нам дал власть быть богатыми и получать на все, на что у нас хватит веры и смелости. Это не наша власть, это та милость Божия, на которую мы рассчитываем, и которую мы его просим. И Господь нам может дать или не дать, соответственно, то, что соответствует его воле по этому поводу. Тем не менее, несмотря на такое явное расхождение с библейским учением, идея о власти, или, иначе говоря, о царственных правах и привилегиях верующего, в богословии веры становится ключевым моментом всего, что они говорят и что они делают. К решению любых проблем и получению любых благ. Кеннет Хейген называет это силой поверенного. Это не очень хороший перевод английской фразы power of attorney, то есть доверенности, иными словами. Хейген говорит о том, что Бог в виде своего имени как бы дал нам доверенность. Мы, пользуясь его именем, можем совершать в жизни какие-то вещи для своего блага и тем самым пользоваться Божьей силой. Другое объяснение, которое Хейген предлагает, есть в книге, которая называется «Сам заполни билет от Бога». Название этой книги, оно очень характерно и очень важно. Что имеется в виду? Если вам знакомо понятие carte blanche, это некий документ, на котором есть подпись и печать его владельца. А содержание не вписано. То есть такой пустой бланк, который вам дали. Представьте себе чек банковский, который вам дали, уже с подписью и печатью банкой владельца. И туда вы можете вписать любую сумму, которую захотите. У вас есть такой вот чистый бланк, который вы можете использовать. Кен Хейген говорит о том, что Бог своим обещанием дал нам такой carte blanche, пустой бланк, куда можем вписать абсолютно все, что мы захотим. Но у абсолютной свободы, которую Бог нам дает таким образом, оказывается оборотная сторона. Потому что по учению Хейгена теперь христианин не только не нужно, но и бесполезно просить Бога о богатстве, здоровье или успехе. Потому что верующий ничего не получит, пока сам это не попросит. Хейген говорит об этом следующим образом. Если они это не сделают, то само это не сделается. Они будут понапрасну тратить время, молясь, чтобы я дал им победу. Они должны сами выписать свой билет. Бог обеспечил нас посредством Иисуса Христа. Однажды Господь сказал мне, больше не молись о деньгах. Ты имеешь власть во имя Мое. Я уже поместил золото, серебро и скот на тысячу холмов. Вместо молитвы о том, чтобы я сделал это, просто скажи, сатана, убери руки с моих денег. Востребуй то, что тебе нужно. То есть, карбланш у нас есть. Мы вписали на то, что необходимо и получаем результат этого действия. Проповедники веры в недвусмысленных совершенно выражениях объясняют, что некоторые проблемы Бог не решает не потому, что не хочет, но потому, что просто не может. Потому, что власть отныне принадлежит нам. Соответственно, Бог не может просто вмешаться. Вот, например, у Хейгена в книге, которая называется «Власть верующего» на 30-й странице есть описание такого события. Если не ошибаюсь, там речь идет о том, что во время богослужения Хейген духовным зрением увидел, что некий то ли женщина бесноватая была на собрании, то ли какой-то бесенок там прыгал между рядов. И, соответственно, Хейген на кафедре молился, ожидая, когда Бог что-то сделает, и ничего не происходило. Тогда Хейген сам спустился и сам этого беса изгнал или прогнал или что-то с ним сделал. И вот дальше продолжается такой разговор между Хейгеном и Христом. Я думал, почему он ничего не сделал по этому поводу? Почему он допустил это? Иисус посмотрел на меня и сказал, если бы ты ничего не сделал по этому поводу, то я бы не мог ничего сделать. Для меня это было как гром среди ясного неба. Это поразило меня. Я ответил, Господи, я знаю, что я ослышался. Ты ведь сказал, что ты бы не сделал, не так ли? Он сказал, нет, если бы ты не сделал что-то, я бы не смог ничего сделать. Это повторилось четыре раза. Он подчеркнул, нет, я не сказал, что я бы не сделал, но что я бы не смог этого сделать. Соответственно, богословие веры представляет христианина полновластным и едва ли не единственным хозяином не только своей жизни, но и окружающего их мира. Поскольку верующие, как тело Христово, является Христом и обладают полнотой этой власти, которую Бог нам дал, то они, по словам Хейгена, помогают Богу, выполняя его труд на земле. В частности, занимаются покорением дьявола. Из этого следует, по словам Хейгена, что Христос не может обойтись без тебя точно так же, как ты не можешь обойтись без него. И в движении веры получается, что отношение человека с Богом представляет собой симбиоз двух равных и равноправных сторон. Христос наделяет нас божественной жизнью, а мы делаем для него ту работу, которую он не может проделать сам. Этот симбиоз был изначально задуман еще при сотворении человека, потом утрачен при грехопадении и теперь вновь возвращен нам через искупление. То есть, на самом деле, изначально Бог Адама таким и создал. И то, что у нас не было такой силы, было следствием грехопадения, которое в нашей жизни произошло. Каждый из нас, кто родился заново и принял Божью жизнь, вошел в царское положение. Мы приняты Богом царствовать Божьим царством. Человек не был сотворен, чтобы быть роботом. Он был создан, чтобы править как царь при Боге. Это царское естество было сотворено по образу и подобию Божьему. Он был создан на условиях равенства с Богом и он мог стоять в Божьем присутствии без всякого осознания своего более низкого положения. То, что Хейген говорит об Адаме. Иногда возможности человека, как вот этого творения, которое Бог создал изначально, существа Божьего класса приобретают совершенно фантастические очертания. Кеннет Хейген. На всем протяжении Ветхого Завета мы видим людей, которые понимали и занимали свое место в Завете. Иисус Новин мог открыть и Орда. Он мог повелеть солнцу, луну и звездам замереть на небесах. Илья мог низвести огонь с небес, чтобы поглотить алтарь вместе с жертвой. Сильные мужи Давида были полностью ограждены от смерти во время войны, пока они помнили о Завете. Бенехин. Адам был суперсуществом, когда Бог его сотворил. Я не знаю, знают ли об этом люди, но он был первым суперменом, который действительно существовал. Прежде всего, писания ясно говорят, что он владычествовал над птицами небесными, над рыбами морскими. И это означает, что он летал. Конечно, как он мог владычествовать над птицами, если не мог делать того же, что и они. Слово владычества на иврите ясно говорит, что если у тебя есть владычество над кем-то, ты делаешь все то, что делает подвластный. Иными словами, этот подвластный, если он делает что-то, чего ты делать не можешь, ты не имеешь над ним власти. Владычество. Я докажу это. Адам не просто летал, Адам летал в космосе. Он был одномусль, и он оказался на Луне. Чаще всего в подтверждение этой мысли приводится стих из Писания филиппийцам 4 глава 13, где сказано «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». На самом деле, когда этот стих используют в этом смысле, он чаще всего вырывается из контекста. Потому что, как вы помните, апостол Павел имел в виду нечто совершенно другое. Он не имел в виду, что он может сделать все или получить все. Он имел в виду, что он может все перенести. Он говорит «Я научился жить в скудости, научился в изобилии, научился и так, и так. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Писание ничего не говорит о той чудотворной власти над миром, которую богословие веры приписывает человеку. Напротив, Писание говорит о том, что человек всегда остается зависимым и должен ожидать благодеяний от Бога. Несмотря на то, что в Писании действительно есть примеры о том, как апостолы изгоняли бесов, исцеляли больных, они остаются отдельными случаями. По всей видимости, каждый раз, когда это происходило, это было следствием того, о чем мы с вами говорили, когда Господь открывает человеку необходимость помолиться за этого конкретного человека. При этом Господь сам говорил о том, что бесы изгоняются молитвой и постом. А апостол Иаков говорил о том, что нормативным, нормальным способом исцеления является молитва пресвитера в церкви, сопровождающаяся помазанием маслом. То есть, в том и другом случае это ключевым моментом является молитва. Не приказание болезни удалиться, а именно молитва, которой мы молимся. Более того, интересный момент, никогда в Писании исцеление и изгнание бесов не производит человек над самим собой. То есть, из самих себя никто никогда болезни и бесов не изгоняет. Христиане молятся о Божьей помощи и Бог помогает им так и тогда, как считает правильным. Мы можем вспомнить с вами апостола Павла, которому было дано жало сатаны вплоть. Мы читаем об этом во втором послании Коринфянам, 12 главе. Апостол Павел, получив жало сатаны вплоть, трижды просит Бога о том, чтобы Господь удалил от него это искушение. И Господь отвечает ему, достаточно с тебя благодати моей, сила моя совершается в немощь. Можно очень много говорить о том, в чем именно была проблема апостола Павла. Кто-то говорит, у него какая-то одержимость была, что мало очень вероятно. Скорее всего, речь, конечно, шла о какой-то физической немощи. И в частности, может быть, речь шла не об этом, но мы знаем точно, что Павел был болен, у него была серьезная проблема, и эта проблема была с глазами. Помните, когда апостол Павел писал Галатам, и говорит, Галата, когда я был у вас, помните, как вы были блаженны, вы готовы были глаза свои вынуть и отдать мне. И потом мы видим в Писании, как апостол Павел постоянно говорит о том, что, вернее, он все послания свои пишет через какого-то другого человека. Там постоянно у него секретарь какой-то есть, а в каком-то из посланий есть текст, где Павел говорит, посмотрите, сколько многое написал вам своей рукой. То есть, явно человеку было тяжело писать. Может быть, когда Павел молил об исцелении, он молил именно об этом, и Господь ему говорит достаточности о благодати моей, сила моя совершается в немощи. Те примеры, которые приводил Хейген, как примеры власти человека совершать какие-то чудеса на земле, на самом деле, если мы посмотрим на библейский контекст, представляют собой не более, чем искажение Писания. Например, переход народа Израиля через Иордан. Не Иисус на вин раздвинул воду, потому что ему так захотелось, но переход совершился по прямому указанию Бога, и вода раступилась, потому что первым в воду вошел ковчег. В отличие от Моисея, Иисусу на вину даже жезл не пришлось поднимать, что вода раздвинулась. Ковчег вошел, воды разошлись, и народ пошел дальше. Господь сделал все сам. Во время противостояния языческим пророкам огонь с неба на жертвенник не звел вовсе не Илья. Илья всего лишь помолился и попросил Бога, чтобы он явил себя, и Господь в ответ на эту молитву излил с неба огонь, который поглотил жертву. То есть, и тот, и другой пример, который приводит Хегин, на самом деле, при ближайшем рассмотрении, оказывается чем-то прямо противоположным. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансовым. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Ну и, наконец, наверное, наиболее важным отрывком в этом отношении является отрывок поучения Христа о вере с горчичное зерно. Евангелие Луки, 17 глава, с 5 по 10 стих. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице этой истормись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пашущего по возвращению его с поля, скажет ему, пойди скорее садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не дума. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящее, потому что сделали то, что должны были сделать. Где это учение о царственном положении верующих здесь на земле и о той власти, которую мы с вами имеем? Делаем то, что Господь нам повелел, повелел всю власть, отдаем Богу. Власть Христа не была передана верующим. Господь остается по-прежнему Богом-вседержителем, христиане остаются рабами, ничего не стоящими, которые только выполняют Божью волю. Если мы верны в своем послушании, то Господь по нашим молитвам действительно может совершить великие чудеса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok